Во Владивостоке прошел первый фестиваль уличной культуры «Майские». Местом проведения стала территория кинотеатра «Океан», где собрались десятки жителей и гостей города. Вообще этот фестиваль вырос из гастрономического фестиваля «Мидии» исторически. Сначала мы делали ресторанный фестиваль «Мидии», а потом стали делать городское событие, как кульминацию ресторанного фестиваля «Мидии». Это был праздник «Мидия-саммит», который проходил традиционно здесь на площадке «Океана». И в этом году мы уже ребрендились, потому что вся эта история стала намного больше, чем просто гастрономический фестиваль. Фестиваль объединил гостей разных возрастов. Сюда приходили компании, друзей и семьи, чтобы приятно провести время и ближе познакомиться с уличной культурой. Прекрасно. У меня сегодня такое хорошее настроение. Просто удивительно. Фестиваль чудесный, молодежный. Ну тут я смотрю не только молодые, но и мне, допустим, 72 года, и я с удовольствием пришла на этот фестиваль. Хотя у меня вот нога болит. Лишь кандебалов. Но все равно фестиваль есть фестиваль. Я считаю, что на этот фестиваль должны посещать всех. Все городские жители, потому что это просто удивительный, чудесный фестиваль. Все прекрасно, все устраивает, весело. Ребенку тоже нравится. Чтобы молодежь веселилась, отдыхала не только по подъездам, но и на улице. Я считаю, это очень круто. То, что надо. Также все желающие могли посетить фудкорт и попробовать паназиатскую кухню. Однако главным угощением по традиции стали мидии и другие морепродукты. Можно было попробовать блюдо от шеф-поваров или приготовить самому. Так мастера гастрономического искусства провели мастер-класс по готовке паэлья с мидиями и черемшой. Мы с вами сегодня будем готовить одно из таких, наверное, мега популярных блюд Испании. Это паэлья. Ну, конечно же, мы не можем просто приготовить практически традиционную паэлью. Это неинтересно, скучно, нудно. А мы сделаем по-своему. По-русски, по-далевосточному. Потому что наш регион, конкретно Владивосток, это такая прям, да, в принципе, весь Парумский край. Это граница с Паназией. И хочешь, не хочешь, она нас накрывает вкусами, кухнями различными, паназиатскими. Ожидая хорошего отдыха, в первую очередь, пришел посмотреть, пришел насладиться, пришел посмотреть, послушать хорошую музыку, возможно, поучаствовать в каких-то кулинарных мастер-классах. На мероприятии работали и художники граффити. На протяжении всего первого дня они превращали скучную бетономешалку в произведение уличного искусства. Сокращенно АБС, автобетоносместитель. В общем, художественная его составляющая сложилась вокруг одного слова «Океан». Как стихия, разумеется. В нем приняли участие три художника, включая меня. Меня зовут Егор Спаун, Макс Майс и Павел Фаснов из города Комсомольца-Намура, на Амуре. Полностью вся роспись выполнена аэрозольными баллонами, начиная от грунта, заканчивая лаком. Гостей фестиваля ждал и батл, в котором сразились и юные танцоры. Вот такие маленькие шпингалеточки и танцуют. И уже вот я смотрю и чувствую, что в будущем они будут какие-то, ну, 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 то есть они будут танцевали в каких-то кружках. И у них будет будущее прекрасное. А какой батл произошел? Ой, вообще чудесно! Девчонки удивительные! Все не похожи эти батлы один на другой. Я просто в восторге. Также для участников два дня выступали музыкальные группы, которые удивили собственными композициями и популярными каверами. Напомним, что фестиваль «Майские» проходит во Владивостоке впервые. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Партнерами фестиваля выступили администрация города Владивостока и представители бизнеса. Олег Завьялов, Степан Сколяров, Ксения Быкова. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова